Иду широченными галечниками, перехожу вброд протоки, пока дорога очень даже неплохая. Река Мурудска-Матари, кто дал ей такое название? Может быть, Геносаны? Прозрачная, в возрасте только скользкие, надо очень аккуратно переходить. Вышла на мою любимую тундру, хорошая, замечательная, мягкая, вот по такой идти, и она в то же время и жесткая, не болотистая, вот это настоящая, замечательная тундра. Только это не ягодки, а это гаулы, это образование на листях, там насекомые складывают яйца и такую реакцию лист делает. Ягод здесь нет вообще как класса, вот так вот, никаких витамины будем искать в другом чем-нибудь. Хожу по высокому мысу, здесь ведется скала, и здесь вот река обходит в одно жусло, интересно, смогу я тут как-то пройти дальше? Интересно, вдоль скалы-то придется бросить как-то. гусики побежали. Да, похоже здесь мне не пройти, гусики побежали. гусики побежали. Влепетывает. Все, удалось, а то уже думала надувать лодку придется. Вот здесь вот брод, тяжело, но прошла с разведкой. Здесь Муруп-Туратами и ручей Андрея в одном русле здесь сливаются практически, поэтому очень мощная река. А с юга подкрадывается эта облачность. Но тепло пока. Впереди где-то в стене этих гор есть ущелье-проходы. Одно из них, ручей Андрея, я наметила себе как путь захода в горы, но отсюда пока еще не могу точно сказать, какое из этих понижений в горах тот самый нужный мне распадок. И пока на равнине путеводной нитью мне служат русла реки. Вот он, страх. Надвигается страшенная туча, так медленно, медленно. Сейчас такое затишье в природе. Но вот появилась белая полосочка. Белая полосочка за этой сплошной темнотой. Вот она. И, возможно, там все-таки конец тучи. И она с юга идет, там не может быть сильно холода. А горки, горки пока открыты и внушают оптимизм. Поэтому хочу дойти вот до этой горушечки. Там как следует поставить палатку, чтобы меня шквал не сорвал. Ого! Крупные тут экземплярчики попадаются. Так не поднять тяжело. Бык пасется, кричит. Вот не могу понять, то ли это... Писец, шакал. И только я собралась вставать на стоянку, как вот место оказалось занятым. Придется еще немножко пройти. Писец. Мышкует. Обложила палатку камнями в ожидании бури. Но пришла просто снова дымная облачность с юга. Накрыла немного горы. Гарей пахнет. И практически без ветря. Утром рядом со мной было стадо в 15 голов. Сейчас вот остался один овцебык. А может и другой. Стадо ушло, пока я завтракала. Ну и хорошо. А то они были у меня по курсу. Мешали мне идти. Овцебыки, конечно, ребята мирные. Мало ли что может сбрести им в голову. Особенно если они охраняют детенышей. С таким рюкзаком я, наверное, выгляжу, как большой овцебык. А стадо далеко не ушло. Куда его сейчас обходить? Он ию с удовольствием кушает. Здесь, в предгорьях Баранга, на склонах южной экспозиции свой особый микроклимат. Здесь теплее. Поэтому и растут здесь кусти Киевы. А с другой стороны, тут наверняка есть места, где снег со склонов сдувается. И овцебыкам легче копытить, доставать корм из-под небольшого покрова снега. Ну что, приняли за своего? Или как? По крайней мере один трат. О, какие бизоны прям. Хвостатые. О, да вообще еле поднимешь. Какой, ой, 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 ой. Какой лоб. Непробиваемый. Лоб. Такой шарахнет. Ого-го. Смотришь. Огромный. И мое любимое занятие. Ох, сбор шерсти. Да это просто. Красивый какой. Мягкий. Здорово. Везде жизнь. Какие голубенькие яйца. Не знаю, что это гнездышко. Вот на такой невысокой ивке. Путь в горы мне открывает ручей Андрей. Именно вдоль его русла, по сухим протокам галичниковым, я иду, тягиваюсь в горы. Здесь ручей стал мощнее. Ниже виду часть воды он отдавал ему руку туматарию. Я даже вчера с трудом нашла этот ручей. Он сухой был в ложе. А здесь, о, вполне. Вполне, вполне. Хороший ручей. Ручей Андрея. Ручей Андрея. Ручей Андрея. Ручей Андрея. Медленно, наверно, горы снижаются. Снижаются. Дождь покапал и прошел. Дает мне возможность пообедать без постановки тента. Ой, как хорошо, что он прошел. Под прикрытием высокого берега от восточного метра. Откуда сейчас пришла туча? Вот это дали, из которых я пришла. Ох, какая поляночка. Вот это настоящая горная тундра. А горы Беранга, они не очень высокие. Вот высшая точка 1127 метров, по-моему. И 129. Она здесь в стороне. А вот прямо справа такой печок. Это где-то 730 метров. Это среди ближайших гор. Самая высокая. Вот это вот. И я вот мимо нее буду проходить. Вон что ущелье. Долина ручья сужается. Может быть там уже придется мне надевать болотники. Идется переходить в рот ручей. Пока иду при русловыми вот такими террасами. Ну не везде они, конечно, такие классные. Ох. Где галечниками? Где так? Да, горные чертоги открываются мне. Втягиваюсь горы. Кричат сокола. Здесь на этих скалах они где-то видно не сдятся. А думаю везде там дальше будут зеленые полочки, где можно встать. Это уже вечер. Скоро пора на стоянку остановиться. соль полётает. Рыни Department of sp lending загубиться в здесь лодки. А ну а в зерava тут газа вниз на площадке. Солоко улетает. Вот какие тут горы. Разрывчик какой. Все, обтягиваюсь в ущелье. Взрывшвы. Продолжение следует... Сегодня вновь такая облачность, туманная, пожарная, маленький дождик с утра поморосил, серость такая, но тепло, ветра нету, вот я подошла уже к горе, вот это вот 737, что ли, не очень понятно по карте, за ней ущелье такое грандиозное, и вот за этой горкой там ручей Андрея снова выходит на более-менее равнинный участок и потом следующая Гридогор. Весенними потоками из распадков выносят вот такие камни из боковых ущельей. Что за белый налет по берегам? То ли так сильно минерализована вода, то ли это налет высохших водорослей микроскопических, одноклеточных. Да, вот такие они горы Буранга, можно уже подойти, потрогать рукой. Ущелье здесь хоть и узкое, но ручьи проработали, широкие ложа, горы старые уже отработаны. И по этим широким ложам, по руслам легко пройти в любое ущелье. Здесь нет таких каньонов, скал. И даже не такие уж и крупные тут камни. Достаточно хорошо идти, легко. Осипи. Буранга. Да только одно их название, звучное, с раскатистым «Р» уже вызывало у меня трепет в душе и приводило в восторг. Самые северные материковые, малоизведанные, труднодоступные. И вот я здесь. И тут так тихо и безветренно. И гораздо более уютно, чем на подходах мимо. Здесь, в долинах, здесь не страшно. Здесь можно укрыться от непогоды. Здесь мне будет проще. Вот я и вышла из узитости ручья. Опять на широкую, более широкую равнину. А не равнину, а широкое ущелье. И повсюду, повсюду шерсть овцебыков. Я ее уже столько набрала, что, наверное, на жилетку точно хватит. А может и на свитер. Открылись мне новые виды. И вот перед этой горой, со снеженной предвершинкой, я покидаю ручей Андрея и ухожу влево на реку Русскую. Вот этим небольшим водоразделчиком. Ох, и тяжело идти по заволоченностям. Низкий водораздел тут. Час так заволоченный. Но красиво. Красиво. О, болото. А вообще-то, когда нет ни ветра, ни дождя, это счастье. Хотя некоторое беспокойство все-таки сидит у меня в глубине. А вдруг это затишит перед бурей? Туманные пейзажи красивы. Но, с другой стороны, так хочется, чтобы дымка все-таки сконденсировалась дождиком. И горы предстали передо мной во всей своей ясной, яркой красе. А вот и речка русская. В каких крутых берегах она течет. И здесь вокруг как все схолмленно перепахано. А там вообще... Ну, вот мне туда идти. По ней подниматься вверх. По речке. Я сейчас к ней спущусь, пообедаю, наконец. Вот она, долобушка. Сейчас, на распадочку, спущусь. На твои берега. Какая тут полосатая слоистость. На скалах. О! Шайник. О, ребешок. А у Шива по колено. Просто лес. Просто лес. Да, у меня еще одним из планов было. Может быть, здесь кусочек пути славится. Нет, очень маловодная речка. Очень. Очень. Да, речка русская совсем другой характер имеет. То, что у Андрея здесь вот такие скалы, крупноглыбовые. Обломки в русле. Идти гораздо сложнее. Ну, можно вот высокими полочками, пока иду. Вот такая, как бы, мостовая разлома в плитах. Там в щели течет. Река. Вернее, не, она не в щели. Она вон там, под тем бортом долины течет. Ну, здесь вот есть хорошая полочка. Сейчас спущусь. Там каньончик пройти. И должна быть опять тундра. Подступать близко к воде. Надеюсь. Вот эти разломы в породе здесь. А впереди перья станцов. Торчат вон такие. Дождик, дождик сконденсировалось. Гарит, но хорошо. Хоть бы она пролилась и видит бы голубое небо. Да, параллельно две речки текут. Какие разные. Какие булыганы-то здесь, а. Огроменный. Ух. Они оттуда сыпятся. О, какие. Ну, вообще. Форма-то у них какая интересная. Ой. Надо еще очень аккуратно идти. Камни сейчас скользкие. Ох, красавец. Да, тут очень интересно. Поэтому щели. Обалденная речка. Башни какие. Ох, вообще. Замечательная. Ох. 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 Фух. Спаслась. Шла под дождем. Думала, вот-вот кончится. Но после обеда я же поела. Надо идти. А он все больше и больше. Ой. Ну, я хорошую главную поляну здесь нашла. И у меня есть еще сухая одежда. Сейчас переоденусь. Не надевала где-то курт. Такой этот. Морость. Ой. Морость постепенно расходилась. Ой. Ох, сейчас будет мне счастье. Счастье. Я дома. У меня есть что-то грозится. Ну, здесь еще более-менее. Есть на мне еще сухие пятна. Фух. Ха-ха. Вообще, я даже рада. Что дождик, он, надеюсь, прибьет эту гарь. Которая в атмосфере здесь витает. Метком балуюсь. У меня еще мент остался. И очень я устала, честно говоря. Иду без дневок. Сегодня у меня вообще какой-то, по-моему, рекордный переход. Сейчас по мере, может, километров 18 прошла. Это, наверное, максимум, который я давала. Разошлась. Рюкзак легчает. Все-таки ем продукты. И здоровею. Тренируюсь. Так что, мне хочется дневку сделать. Отдохнуть. Поспать. Почитать. Поваляться. Просто поваляться даже. Ну, в хорошую погоду жалко делать обильную дневку. А если будет дождь? Не, я сейчас все равно не могу никуда двинуться, пока у меня вещи не высохнут. Я бы, конечно, так не стала их замачивать опрометчиво. Ну, знала, что вымокну. Но не думала, что сильно. Ну, разошелся дождь просто. И не было хороших полочек. Я долго шла, чтобы найти вот такое хорошее покрытие. Вот. Но тепло. Если бы было холодно, я бы, конечно, гидрокуртку все-таки наделала. Просто в ней идти как-то. В гидрокуртке не хочется. Одно дело в ней плыть. А под рюкзаком даже жалко ее. Ну, вообще все нормально. Все высохнет. Дождь пройдет, и я пойду дальше. Лужайка у меня в Кассиопее. Так-так, здесь сухо. Ну, вот лишайничка немножко. Моя ложа прямо на этом покрове. Комаров нету. Сплю на одном спальнике, и еще второй залезаю в пуховой. В горы, где делы. Ммм, под облаками уже. Ой, все мне хорошо. Меня уютно. У меня все есть. Туман. Облачность поднялась. Ветерок небольшой поднимается. Но пока я не просушусь. Я не покину свою стояночку. И это горы Баранга. Сегодня у меня на десерт пирожная картошка. Как она делается? Берется сухарная крошка. Остатки сухарей. Ммм. На суху. Смешивается с сухим молоком ложечкой. Ммм. Масло. И последний губиец. Шоколадка. Что это? Перемешивается. Получается вот такой пирожный. Калорийное, вкусное. Любую неполоду можно пережидать. 12 августа. Месяц. Месяц назад, 12 июля, я распрощалась с жителями поселка Новорыбный. И вышла в одиночный маршрут. Вот уже, получается, больше месяца не встречая людей. Но вчера, что интересно, вечером здесь пролетал вертолет. Я даже сначала подумала, что у меня слуховая галлюцинация выскочила из палатки. Это было в 23 часа вечера. Облачность была, была низкая облачность, но была видимость склонов. Вертолет пролетел. Я его не видела, только слышала, он пролетел. Чуть ниже. Но было очень приятно, что где-то рядом все-таки есть люди и летают вертолеты. Вот. Сегодня второй день вынужденной отсидки из-за непогоды. Здесь вот на берегу реки Русской холодно. Вот такая погода, когда морозь, низкая облачность. Это где-то, ну сейчас плюс, конечно, ну может плюс два. Холодно. Плюс три, может быть. Все циреет. И у меня не высохла еще вся одежда, которую я намочила, когда героически, в общем, шла под дождем. Хотела больше пройти позавчера. И вчера я досушила шерстянку. Сейчас на меня два шерстяных, ну один свитер, одна шерстяная термомайка и куртка. Ну и без спальника вообще холодно сидеть. Вот. Не вчера на себе, на себя надела, прям на голое тело, эту влажную шерстянку. Сверху сухой спитер. Даже было страшно. Вдруг не высохнет, только я зря все промочу. Но ничего, высушила на себе. Так что у меня теперь два слоя. До мыса Челюскина остается, я посчитала, 420 километров примерно. Из них вот 90 мне надо еще пройти по горам, тут перевал сделать. И дойти до реки Жданово. А дальше уже будет сплав. Там 275 километров. Это сплавы по трем речкам. И между ними там переходы где-то 55 километров. Так что, хоть по километражу большая часть пути еще впереди. Я прошла, наверное, чуть меньше, чем 420. Ну, может, я не считала, но чуть-чуть поменьше. Так вот я просто на карте пальцами на большой обзорке посмотреть. Но я считаю, самую трудную часть пути я прошла. Так что все нормально. Запас продуктов у меня еще кое-какой имеется. Так что могу пережидать. Самое страшное, конечно, не погоду пережидать. Но, думаю, смогу переждать. Не пойду в плохую погоду. Все уже потело у меня. Все влажное. Да, у меня уже нечего под голову класть, когда сплю. Я сделала подушку уже из шерсти овцебыков. У меня ее много уже, этой шерсти, набрала. Вот. Вот, подушка из шерсти овцебыков. Еще я этой шерсти утепляю коленки. А то у меня всего одни штаны теплые. Бока вот утепляю. Пакеты складываю и раскладываю. Во всем местам, где холодно. И под голову очень хорошо, конечно, идет подушка. Очень хорошо идет крупа. Гречневая, геркулесовая. Вот у меня под головой вот такие подушки. Ну, мне осталось высушить флисовку. Ох. И тогда уже можно смело отправляться в путь. Ну, конечно, пока палатка мокрая, пока облачность висит, я не пойду. Ну, носки, конечно, все мокрые. Они не просыхают в такую погоду. Ну, ничего. Морось, морось. Но ветерок. Поднимается хоть какой-то ветерок. Может, разгонит. Ой. Не видно гор, не видно. Все в тумане. Пережидать непогоду мне помогает книжка, которую я так удачно подобрала. На балке на озере Портнягина. Она, правда, тут с вырованными страницами не до конца. Но ничего. Маршрут подсчитываю тут. Так что есть чем заняться. Капитан со штурманом. Мотив припомнят старый. Голову рукою подопрет второй пилот. Подтянувши струны старенькой гитары. Из угла механик им негромко подпоет. Лысые романтики, воздушные бродяги. Ваши песни мальчишеские, светлые года. Вновь тоску гоните вы, выпитые фляги. Ты, метеослужба нам, счастье нагадай. Вновь тоску гоните вы, выпитые фляги. Ты, метеослужба нам, счастье нагадай. Есть еще порох в пороховницах. А-а-а! Они поднимаются! Погода! Идет погода! Ох, счастье! Ох, счастье! Мой маленький домик под склоном горы. На берегу речки Русской. Таймыр, Россия. Вот, наконец-то солнышко я могу присушить вещи. А у меня объявился утром сосед. Мирный сосед. Спит на земле. На ней не мокро. Ха! Вот такой. Гора, гора русская. Все под облачностью. Пасется тут. Ох, пасется тут. Что-то он слишком близко подходит. Даже страшно немножко. Послушай, бык, я человек, я тебя не трогаю. Иди-ка своей дорогой. А если трудно разом все перечеркнуть, Давай поделим пополам свою печаль. О, пожалуй, песню. Он все-таки испугался. Чужими делает людей слепая грусть. И повернуть обратно хочется скорей. Да, на самом деле мне было немножко страшно. Я вот уже даже зарядила, зарядила свою пугалку. Вот так, на всякий случай. Но лучше, конечно, их не пугать так, грубо-то. А тем временем открылись горы. Вот, раз, два, три. Вот это вот четвертое, похоже. Пик русский. 838 метров. Господствующая вершина в окрестностях. Еще раз напомню, высшая точка гор Баранга. 1125 метров. Наконец-то я снова шагаю по маршруту. Великолепная погода. Разогналовую всю галю. Трехи мастерок с севера и с запада. Тепло. О, не фокус. Хорошее. Хорошее тундра, галечки. Сегодня иду, и спина не болит. Неужели вес рюкзака дошел до нужной кондиции? Или я просто набрала сил во время вынужденного бездействия? Как же все-таки быть? Такая хорошая погода. Пользоваться и быстрее. Быстрее идти по маршруту. Наверстывать время, что потерял на отсидке. Или все-таки, все-таки отклониться. Не проходить мимо горы. Ведь таких близко лежащих высоких гор рядом с моим маршрутом больше не будет. Какие впереди открываются горки. Ох, 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 ох. Туда, туда лежит мой путь. Вот там краски над горами сгущаются. Может быть, все-таки идти дальше по маршруту, пока стоит погода. На этих горах, судя по карте, раньше были ледники. Но теперь, пожалуй, они растаяли. Видны только вот. Оторочки снежников. Каемки остались. Ледники отступают. Вот и озеро Русское. За ним перевал на реку Марик-Татари. Пять километров остается до нее. Как раз успела бы дойти сегодня. Но я принимаю другое решение. Дерега озина заболочена. Здесь не встать. Это не воздух перевалная. Баранки – великая сила. Они дадут мне энергию для восхождения. У меня их еще много. Это сила. Вот здесь у озера Русского раскинулась гора Русская. И еще вчера я и мечтала о том, что можно будет здесь делать восхождение. Думала, непогода долго будет меня держать в этих горах. Но сегодня погода так меня балует, что просто невозможно пройти мимо пика Русского. Я хочу подняться на него. Это такая вершина 838 метров. Она возвышается среди окрестных гор, выше всех вокруг. Вот эта столовая гора, например, она 715 метров над уровнем моря. Мне надо набрать высоты где-то 500 метров сейчас. Сегодня пятница, 13-ая. Но я думаю, все будет удачно, потому что природа мне благоволит. Вечер, уже вечер. 7 вечера. Вот и посмотрим, садится ли солнце уже или еще нет. Моя маленькая палаточка остается меня ждать. А я пойду смотреть красоты. Подъем идет вот по таким каменистым россыпям, по участкам с травой, с мхом. Подъем не должен быть крутым. Я видела сбоку нормально. Перетизны практически нет. Живу просторами долин, лесов, полей и дальних гор. Живу, чтоб сердце билось в унисон с Россией Родиной Моей. Первую ступеньку одолела. Здесь так как бы полаживается гора. И вот следующий взлет, это уже на вершину. Только бы не затянуло всего. О, видна цель завтрашнего моего пути. Река Марик-Татари. Марик-Татарию называла, но скорее Марик-Татари. Марик-Татари, наверное, это река. Наверное, на Ганасенское название, я пока вот не знаю. Если будет, ну не знаю, сплавляться по ней. 22 километра мне вдоль нее идти. Посмотрим, посмотрим, какая она будет. Может, пешком пойду. Проскакал там, то ли заяц. Облака. Облака немножко налезают на вершину. Только бы не закрыли. У меня осталось-то, во. Совсем чуть-чуть. О, какие тут интересные плиты. Огромные, даже не плиты, какие-то. Вот в такой формы. Прям как бруски какие-то. Все, робот-робот сел на вершину. Но видно, очевидно, пологая. Далеко осталось. К сожалению, только нет видимости. И, жалко. Облачность полностью накрыла гору. И я вообще не понимала, где здесь высшая точка. Это вовсе не пик оказался, а такая пологая, пологий гребень. Но где? Где основная вершина? Где высшая точка? Где тригопункт? Вот она, вот она вершина. Высшая точка горы Русской. Что тут осталось? Вот он, геометрический пункт. Вот. Здесь топографы проводились в сомку. Делали карты. Теперь вот я по ней вхожу. Вершина. Пик русский. 838 метров. Таймэр. Россия. Видимость. Там появляется видимость. И временами проносят облака. Эх, сейчас опять не видно. Эх, ничего. Подождусь вот. Взади на вершину скалистых гор. Чтобы ощутить, что видит с высоты орел. Взгляд с высоты поражает взор. Как велик. Цепливый раздор. Эту песню мне подарил Федор. Федя, маленький вен с большим сердцем. Мой друг с Верхояне. Друг, так сердце грызет на песок. Россия, сердце на львы. Друг, так сердце грызет на песок. Да, быстро здесь меняется погода. Ой, небо, солнышко. Теперь все затянуто. Ну, пока еще, конечно, не совсем. Но так уж хочется, чтобы не было дождей. Чтобы была погода. Чтобы можно было спокойно идти по маршрутам. О, сейчас перегибчу свою палатку. Ну, вот, показалось и озеро Русское. И вот, если присмотреться, можно увидеть и мою палатку. Сейчас я на нее гляну. Вот она стоит, родимая. Ждет меня. Два часа двадцать минут. Все, удовольствие. С собой брала полбаранки. И три конфеты. Но не пригодилось. Сейчас буду ужинать. Ой, как хочется есть. За ночь погода поменялась. Ветер на 180. С юго-востока теплый. Вот видимость появилась. Я прощаюсь с озером Русским. Горой Русский. Русская еду. Вот это такой заболоченный перевал на Марик-Татари. Речку. Вот. Красивая эта вершинка. Все-таки платообразная. Прям как мини-плата Путорана. Компактная. 574 метра. Она уже за Марик-Татари. И вот туда влево течет река. Горы все за ней уже. Разные тут источники встречаются. Вот этот красный. С красным осадком. Можно еще видеть. С белесым налетом. Самый интригующий момент. Подхожу к реке. Увидела вот ее сейчас. Из-за поворота. Самое интересное. Будет ли там достаточно воды, чтобы можно было сплавляться, не вредя лодку. чтобы разгрузить мне путь. 22 примерно километра. А может, чуть больше. Мне надо пройти вниз по течению Марик-Татари этой речки. Здравствуй, Марик. Марик-Татар. Почти тезки. Но мне кажется, что можно сплавляться. Нам Бог вел. Я думаю, пройду. Аккуратненько пройду. Пока держится солнышко. Пока не подошли тучки. Надо собираться и сплавляться. Красивая долина. Марик-Татарии. Ух. Правильно. Марикс-Татарии. Аккуратненько. Редактор с этим посетителем. Мелый ключ почти Не заварится Итак, я начинаю сплав в реке Марик Татари Наверное так называется Примерно 22-23, может 25 километров надо пройти Это моя попутная дорога дальше, через горы Самое страшное для меня это Мели на перекатах Здесь очень крупные клыбовые обломки Не обтесанные А у меня уже не осталось клея практически И заплаток Уже отрезают сапог Ну, надеюсь, все будет нормально Потому что по речке плыть, конечно, идти на лодке Гораздо приятнее, чем идти пешком Потому что здесь сложно переходить брод Достаточно глубоко Поэтому, думаю, сплавлюсь нормально Постараюсь не пробить будет Итак, 7 августа я достигла 75 градуса северной широты И продолжила свой путь дальше в горы Баранга По ручью Андрея Затем сделала переход через невысокий водораздел на реку Русская По пути двое суток пережидала непогоду Затем прошла до озера Русского И от него совершила восхождение На обзорную вершину пик Русский 838 метров И уже 14 августа подошла к реке Марик-Татари Итак, на 73 километра удалось продвинуться мне по маршруту за эту неделю